Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это выпуск новостей из мира The Isle of Rima. Ну а перед началом данного ролика хотелось бы сказать огромное спасибо подписчику Сильвестру Липовске за некоторую предоставленную информацию к ролику, а также огромное спасибо всем донатерам нашего канала. Спасибо, друзья, за вашу финансовую поддержку. Ну что же, начнем. Ожидание выхода тестов обновления 5 многих игроков прервалось, ведь мы все помним, что по мере добавления тизеров по системе ухаживания, добавления готовых механик на дорожную карту, разработкой новых анимаций и добавлением новых ботов в игру того же птеродактиля, тесты должны были выйти в середине этого месяца. И судя по этому прогрессу, берем в счет исправлению кучу ошибок и багов, которые при любом раскладе были бы в тестах и на их устранение ушли, бы некоторое количество времени, обновление 5 вышло бы в свет в конце мая. Но этого не случилось и, видимо, растянется еще на долгое время. Да, к сожалению, разработчик нас немного подвел. Связано это с тем, что, во-первых, как я говорил ранее, система гнездования и система скинов — это масштабное обновление по мерам The Isle. Огромная куча механик, переработка карты, переработка всех игровых динозавров и приближение геймплея в сто раз к реализму — требует большего времени, чем просто выпуск всех динозавров. Во-вторых, как бы это больно не звучало — это баги, которые появляются даже с небольшим фиксом, который недавно нам выпустили. Но на фикс и, кстати, ту обещанную систему в очереди входа на сервер, в которую добавили, выпустили еще фикс. А потом еще фикс. Да, смешно, конечно. Я тоже очень долго смеялся и даже был зол и огорчен. Я уж не знаю, с какими программами они работают для создания игр. Но, видимо, там явно что-то не так. Сразу оговорюсь — руки у разработчиков растут ровно и из нужного места. Скорее всего, здесь дело больше в программном обеспечении. Кстати, когда-то нам сам разработчик это упоминал в прошлом выпуске новостей. В общем, если ты человек, который не видит будущего Эврима и считает, что выпуском игры будут заниматься внуки Донди и также ее не доделают, прошу дальше не смотреть данный ролик. Я лично готов и буду ждать каждого обновления. Столько, насколько понадобится времени. Все равно однозначно Эврима со временем вылезет из ямы, хотя я не считаю, что она там даже сейчас. И поэтому, ребята, я больше не буду давать вам лучше дальше даже приблизительной даты выхода, чтобы я вам тоже напрасно не давал обещаний и надежд. Если у меня вдруг появится точная дата, то я вам обязательно скажу. Ну а если ты считаешь, что у игры есть будущее? Смотрим ролик далее. Ролик будет насыщенным. Начнем мы с тизера под названием «Наблюдение со скрытых камер Apollo Engineering Ceratosaurus. Продолжение следует...» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Данный тизер нам говорит о том, что циратозавр будет добавлен с точностью в обновлении 6 кровь. Об этом нам говорили разработчики, и данное животное будет добавлено раньше Траадона. В принципе, я не сомневался. Кстати, видны скины, как на Птернадонах, Корнотаврах и самих циратозавров. В ролике отчетливо видно, что циратозавр – это будет истребитель Корнотавров. Стая Корнотавров трусливо убегает от приближающейся стаи циратозавров. Насколько мы знаем, что циратозавр – это намного маневренный, хороший, засадный хищник. Быстрый. Конечно, не быстрее самого Корнотавра. Наносит хороший блит противнику. Да и, как по мне, внешне он выглядит более угрожающе, чем тот же Карна. Крики циратозавра полностью изменены. И мы видим здесь же будущую анимацию спецатаки циратозавра. Который, широко открыв пасть, шипит, готов кинуться на противника и вцепиться в шею или туловище противника и нанести ему смертельный удар. Это мы уже видели, кстати, на концептах. Как по мне, эта новость самая бомбезная. Конечно, циратозавра еще дорабатывать и дорабатывать, но я уже в большом предвкушении побегать на нем и взять величие Корнотавра на Исла Спиро, как опасного хищника. Еще достаточная интересная новость, это то, что в будущем игра будет перезапущена на новый игровой движок Unreal Engine 5. Кстати, по данному скрину можно утвердительно сказать, что разработчики ее уже тестят активно. Я даже не могу представить того, насколько графика в игре преобразится. Ну, можно сравнить с тем, что если бы ты сидел у окна в доме, увидел бы живьем глазами мимо проходящего Рекса. Также разработчики нам показали концепт будущего Апекса в игре. Гиганатозавра. Конечно, Апексы не в приоритете. Панч так сказал. Но можно сказать точно, что данный вид динозавра в Рима будет могущественным, смертельным оружием в руках игроков. Могучий Апекс, который выйдет одновременно с тираннозавром Рексом. Концепты ангаров и зданий для людей в игре. Посмотрите, насколько точно выполнены каждые детали интерьера внутри помещений. Выживать за людей здесь будет достаточно удобно. Здесь также можно будет разместить наземный транспорт. Ведь мы знаем, что в будущем в Рима будут даже автомобили. Только вот единственное но. Прятаться и выживать можно долго в зданиях. Но вот если какой-нибудь динозавр не сломает ворота или не пробьет стену и забежит внутрь помещения. А проломы стен, насколько мы знаем, в будущем в игре будут. Еще спойлер, который вам понравится. Галимим. Данный вид травоядного готовится сразу же после выхода обновления гнездования. Ну, хоть что-то новое и достаточно интересное. Кстати, галимимус, возможно, будет входить в состав диет корнотавров и той же церкви. Я думаю, что это тоже особая информация, за которой мы теперь будем следить. На закуску дикие и ухорежущие крики птеродактилей, которые в игру будут запущены как боты с гнездованием. В Бэйпе Азавра появилось много новых анимаций, которыми разработчик поделится с нами в будущем. Ну, а на этом выпуск новостей я, скорее всего, закончу. Надеюсь, что никого из вас я не обнадежил. И к примерной дате выхода тестов с гнездованием я вас всех обязательно оповещу на стримах или постах на нашем канале YouTube и канале на Яндекс.Дзен. Так что обязательно советую прямо сейчас нажать колокольчик, подписаться и прожать лайк. Ну что же, жду всех на стримах о Эврима. Ссылочки на наши группы и другие соцсети будут в описании. Всем хорошего выживания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok